Приветствую вас. Для начала хотел бы сказать, что интуитивно, сами того не желая, вы выбрали, вообще-то говоря, довольно правильный метод поведения с девушкой, потому что действительно давить на нее нельзя, это человек еще больше от вас обдалит и, в общем-то, отвратит. Итак, пожалуй, надо сказать, что в вашем случае важно определить то, зачем вы пытаетесь быть с этой девочкой, именно с ней, то есть для чего вы с ней. Хотите ли вы, например, сделать с нее счастливой? Хотите ли вы от нее что-то получить для себя? Почему я об этом у вас спрашиваю? Да на самом деле, потому что, если вы хотите чего-то для себя, в отношениях к ней, то простите, тогда у вас могут быть некоторые проблемы. Какого плана? Проблема может быть такого плана, что у вас будет ощущение разочарования по отношению к ней. Ощущение разочарования у вас будет потому, что вы, например, старались, тратили на нее свое время, что-то в нее вкладывали, а она в итоге вас, например, там, не знаю, оттолкнет или что-то в этом роде. И, естественно, вам будет от этого неприятно. Поэтому, если вы с ней для себя, если вы с ней ради того, чтобы получить что-то для себя, если вы хотите именно, чтобы она была с вами и все, то тогда, конечно же, я не думаю, что имеет смысл вам с ней быть, потому что у нее есть безответная любовь. И для того, чтобы перенаправить девушку на вас потребуется достаточно большое количество времени. Ведь она для начала должна избавиться от вот той вот самой безответной любви к своему мужчине, который у нее есть сейчас и только потом, только после этого у вас появится возможность как-то расположить ее к себе. Ни в коем случае не раньше. И поэтому, если вы не готовы для девушки стараться и делать какие-то вещи в долгосрочной перспективе, то лучше этого не делать сейчас и время попросту действительно лучше не тратить, чтобы не быть разочарованным. В том, что вы, например, действительно обратили какое-то время впустую. То есть вот именно этого делать не стоит. Именно этого делать вам не нужно. Дальше. Значит, если вы действительно хотите сделать ее счастливой, если вы действительно нацелены на ее желание, на ее стремление, на то, чтобы она была радостной, на то, чтобы она была довольной. Но если вы хотите просто проводить все время, ничего не требуя, например, замен, то тогда, конечно же, можно попробовать совершенно спокойно. Просто напросто за ней поухаживать и, ухаживая за ней, вы будете, по сути, получать наслаждение для себя. То есть, какого плагма наслаждения, нужно обязательно уточнить этот момент. Какого именно плагма наслаждения вы будете получать? Значит, вы будете получать наслаждение в плане того, что искреннее проявление человека, которого мы любим, само по себе дает, ну, как бы, возможность быть счастливым. По крайней мере, по крайней мере, вам. Если у вас, вот, ничего такого нет, если вы не чувствуете базовых вещей, то тогда лучше даже не пытаться и не тратить свое время, действительно, на человека, который не хочет вам, скорее всего, дать то, что вы хотите от него получить. А вот, в принципе, наверное, то, что можно вам сказать. И если вы решите быть с ней, все-таки, да, то есть, если вы решите с ней как-то вот взаимодействовать, продолжать все равно, несмотря ни на что, то, то в таком случае вам необходимо запостить большим количеством терпения, потому что, ну, понятно, надеюсь, что сразу она не сможет никак пустить вас в свою жизнь, даже если очень сильно этого захочет, и вам нужно запостить терпением и ждать. При этом постоянно ухаживать за ней, да, постоянно делать на нее какие-то там вещи и так далее. Если вы сможете это все сделать, ну, у вас есть шанс, что, по крайней мере, девушка будет с вами, но опять же, опять же, что значит, девушка будет с вами? То есть, что это вообще означает? Она может быть с вами, потому что с вами ей просто хорошо. Она может быть с вами не потому, что она вас любит, а просто потому, что вот у нее не получилось с мужчиной, да, и она как бы разочаровалась, ну, например, в нем, и вас находит утешение. То есть, вообще-то говоря, для именно успешных отношений между вами, для именно равноправных и хороших отношений между вами, нужно, ну, по крайней мере, очень желательно, чтобы девушка какое-то время побыла одна, отдельно, без вас. Чтобы у нее одно отделилось, условно говоря, от другого. Чтобы она не находила в вас средства для удовлетворения своих потребностей, может быть, кстати говоря, даже не основная этих вещей. И вот здесь вам уже нужно будет соблюдать осторожность, то есть, если, например, вы увидите, что она хочет быть с вами, откровенно хочет быть с вами, да, то есть, прям вот показывает свое желание. При этом вы знаете, что еще совсем недавно она переживала по поводу своего молодого человека, то вот в этом случае, конечно, отвечать с ней взаимностью не стоит, хотя бы потому, что она будет воспринимать вас просто как увлечение, и ничего серьезного в этом не будет. А еще, может быть, она даже, как, знаете, такая женщина обидится на вас, потому что вы ей воспользовались, ну, и вы будете, так вот, вы будете кругом виноваты, как говорится. Чтобы этого не было, соблюдайте осторожно, действуйте не спеша, не пропясть, не давите на девушку, как вот вы это и делали, в принципе, до сих пор. Будьте все рядом, если вы действительно хотите, чтобы она была счастлива, будьте все рядом, но так, чтобы это ни в коем случае не вредило вам. Если это будет вам вредить, то ничего хорошего из этого у вас совершенно не получится. То есть у вас будет только раздражение, у вас будет раздражение, какие-то претензии к девушке, которые совершенно не будут обоснованы по той причине, что девушка, например, всегда может сказать, что чего ты от меня там хотел, я никогда тебе ничего не обещал и так далее. То есть вот личностный интерес, собственную заинтересованность и собственную выгоду вам по отношению к девушке лучше не проявлять. Опять же, для вас же лучше так будет, чтобы вы сохранили свою самобытность, чтобы вы не потеряли себя и не стали зависеть от нее. Ну вот, пожалуй, так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог у вас. Если какие-то дополнительные у вас вопросы возникнут, вы можете обратиться ко мне в личку, я вам с радостью помогу, объясню вам еще, если какие-то вопросы остались. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Хочу вам напоследок сказать о том, что вкладываться в те отношения, где изначально нет какой-то вот такой, знаете, да, определенные перспективы всегда опасно для человека, потому что он может потратить свои эмоциональные временные ресурсы на кого-то, а в итоге не получит ничего вообще. И вот этот момент, который является изначально, может быть, даже не таким важным, станет или поздно, оно перед вами станет. То есть, как бы здесь проверяется ваша искренность по отношению к девочке. И если вы сомневаетесь в том, насколько искренне вы к ней относитесь, то лучше всего вам будет отойти. Кроме того, если у девочки любовная зависимость, то есть безответная любовь, и она по-прежнему переживает, вполне возможно обратиться уже ей непосредственно к психологу, дабы мы помогли ей хотя бы здесь, на нашем ресурсе, справиться со своей проблемой. И туда насходит, по крайней мере, не быть с вами обязательно, но, по крайней мере, свободно и независимо распоряжаться своим временем, эмоциями и чувствами. А на этом все. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok